Всем добрый день! В спортивно-патриотический клуб Ярополк поступили новые спортивные снаряды, поэтому я вам хотел сейчас показать, что именно пришло. Это бой с тенью, комплекты. Они соединяются на руки, два ремня с карабинами и, соответственно, два за ноги. Я специально сделал кронштейны к стене, что позволит соединиться и заниматься как раз с данными шкутами. Это позволяет развить именно непосредственно скорость. Сейчас пока пять комплектов, то есть это, образно говоря, пять комплектов. Один человек работает, другой держит лапа, это десять человек. Еще пять комплектов идут проще. Далее пришел у нас борцовский рукав. Я повешу крепление. Он, у него длина три метра, то есть задача взбираться именно вверх на борцовском рукаве. То есть это непосредственно самбистский рукав. Одно дело, когда разбираете на канате, там одна нагрузка, здесь более сложная нагрузка. Вот, пришла у нас для тренировок, для отработки боковых ударов лапа, как раз для тренировки сборной. Далее пришел один комплект боя с тенью. У нас есть один американский, это российского производства. Он вешается сзади. И здесь получается крепление для рук и для ног. Это также, в принципе, у нас пока для отработки ударов со сборной клуба я работаю. Стреть буду больше на кем-то разный. Подарок от компании Бойко Спорт. Мой папа-боксер. Я его подарю кому-нибудь за определенные спортивные успехи в нашем клубе. Пришел, наконец-то, у нас батут для медицинбола. По большей части, это для хрустпита. Когда медицинбол мы бросаем, а у нас от 8 до 13 килограмм, у нас нагрузка тоже хорошая. Но тренера по единоборствам будут также использовать данные снаряды. Дальше пришел у нас именно мешок для грэппинга. Но он также и для самбо подходит. С различными хватами можно бросать. И, наконец-то, о чем я намечтал, это бартсовый боксерский мешок. Диаметр у него получается 90 сантиметров. Он такой громадный. Сегодня мы его повесим. На следующей неделе от компании Рейспорт должно прийти порядка 5 номинований спортивных снарядов. В общем, ждем вас в клубе Ярополк на тренировке по единоборствам.